Поскольку Зена, королева воинов, выходила на экраны в течение шести сезонов, неудивительно, что сценаристы время от времени помещали героиню в довольно опасные ситуации. В этом фэнтези-сериале Зена противостоит всевозможным монстрам и злодеям, тем самым пытаясь искупить своё жестокое прошлое. И пускай Зена, королева воинов, была веселым приключением, наполненным экшеном, в сериале часто возникали неоднозначные повороты сюжета. Например, в четвертом сезоне Злодейка Каллисто была выпущена из огненного измерения владыкой ада, который хотел сделать так, чтобы Зена вернулась к своему прежнему образу жизни. И с этого момента вся история становится гораздо мрачнее. После того, как Каллисто обещает владыке ада, что она вернёт Зену на сторону зла, героиня попадает в тюрьму вместе со своей спутницей Габриэль. Каллисто сломала Зене позвоночник, использовав легендарный шакрам, и таким образом сделала её полностью беззащитной. И пускай Габриэль какое-то время отбивалась от когорты римских солдат, в конце концов она сдалась. Позже обе героини были распяты. Сцена распятия была тяжелым моментом для зрителей. Многие считают её слишком кровавой и, безусловно, слишком напряженной. И по словам Люси Лоулес, сыгравшей Зену, съемки этой сцены были настоящим вызовом. Обсуждая сериал с изданием Entertainment Weekly, Лоулес рассказала, что ужасающая сцена распятия была снята в разгар зимы в Новой Зеландии. Актриса сказала, «Это, несомненно, мой наименее любимый способ умереть. Меня распинали несколько раз, и это никогда не заканчивалось хорошо» Звезда сериала добавила, «Погода постоянно была очень ветреной и просто ужасной, а ты при этом часами висишь на кресте» Далее Лоулес рассказала, что именно такие сцены полностью истощили её к тому времени, когда сериал подошел к концу. Она сказала, «Я думала, что всё закончится в нужное время. Я провела почти весь прошлый год на съемках, потому что это было неизбежно. Они длились 9 месяцев, под конец я полностью вымоталась, из меня выжили все соки» Само собой, распятие Зены и Габриэль было жестоким событием, но это не единственный раз, когда сериал ошеломлял зрителей своим содержанием. Во время интервью с Entertainment Weekly один из сценаристов сериала, Роберт Таперт, рассказал, что начальство лишь изредка вмешивалось в производственный процесс и просило продюсера смягчить какой-либо контент. Один из таких случаев был связан со сценой в финале первого сезона в эпизоде под названием «Позовите врача». Зена и Габриэль приводят свою подругу Эфини, воительницу Амазонок, которая вот-вот должна родить ребенка Кентавра, в Храм Целителей в разгар ужасной войны. Внезапные роды Эфини сами по себе были проблемой, но когда Зена поняла, что ребенок Кентавр перевернулся внутри матери, она понимает, что должна действовать быстро и помочь рождению ребенка с помощью кесарево сечения. – Это брыж. Мы должны снять его. – Если она не может, то ребенок и она умирает. Таперт сказал Entertainment Weekly, «Мы сняли сцену с кесаревым сечением, которое героиня своими руками сделала для матери ребенка Кентавра. Нам сказали, что рекламодатели перестанут с нами сотрудничать, но мы все равно это сделали». В конце концов, один рекламодатель отказался ассоциироваться с реалистичным кесаревым сечением для Кентавра, что привело к тому, что сцену пришлось смягчить. По словам Таперта, они сказали, ММДемс отказывается от сотрудничества, и нам пришлось переснять сцену. Само собой, распятие и экстренные операции – довольно страшные действия, но есть ещё одна печально известная сцена, которая до сих пор вызывает споры. В эпизоде третьего сезона под названием Мир иллюзий отношения Зены и Габриэль находятся в упадке после того, как подруга главной героини непреднамеренно стала причиной смерти сына Зены. При нормальных обстоятельствах подруги смогли бы найти адекватный способ разрешить этот конфликт, однако прежде чем это произошло, бог войны Орес посетил Зену и вынудил её начать мстить своей подруге. Под влиянием Ореса Зена выслеживает Габриэль, привязывает её к лошади и жестоко волочит по земле. Даже по сравнению с другими мрачными моментами сериала, этот просто исключительный, не в последнюю очередь потому, что сложно наблюдать за тем, как одна из лучших телевизионных пар так безжалостно и так жестоко становится врагами. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры сделал DimaTorzok